Подводим итоги матча Телефокс-Нитро. Победа Нитро со счетом 4-2. Тимур Башайкин, Руслан Сочинава. Руслан, давай начнем с тебя. Тактика на игру. Расскажи, сегодня играли аж двумя шестерками. Как к этому пришли? Мы решили попробовать. Все-таки первый круг для того он и есть, чтобы пробовать разные сочетания. Сегодня был хороший сбор. Решили попробовать поиграть с шестерками, разные сочетания. По ходу первого тайма пришли к второму, к выводу, что выбрали такое более идеальное сочетание. Ну попробовали, чуть-чуть не получилось. У нас как-то не задались на старт первого тайма, во втором только вышли из раздевалки, сразу пропустили гол. Это как-то отразилось на плане на игру на второй тайм? Я могу сказать, что я думаю, что и командам очень сильно расстроен, потому что если берем первый тайм, абсолютно равная игра. Абсолютно равная игра. Ребята, может быть, на классе забили первый гол. И то, что мы сделали в начале второго тайма, подарили возможность сопернику играть по счету. Я могу сказать, второй бы не пропустили, не проиграли бы точно в этой игре. Вот так. Сегодня дебютировал новый нападающий, с которым, я так понимаю, вы связываете большие надежды. Что скажешь по его игре? Понравился он? Ну, как и любому новичку, требуется время. Хороший Эльдар, хороший форвард, с хорошим ударом. Я надеюсь, что с каждой игрой будет прибавлять. Вот, что могу сказать. По сегодняшней игре сыграл хорошо. Но если отталкиваться от результаты итогового 4-2, закономерен или все-таки нет? Ну, счет на табло, как говорится. Но, я говорю, я, например, очень расстроен. Я считаю, что ничего мы заслужили в этой игре. Тимур, поздравляю с победой. У вас сегодня было не так много народу, но все лидеры были. Такая отличная группа атаки. И Пагба, которую вы там на фланг скидывали. И Михайлов. Поделись впечатлениями. Как матч сложился? Ну, матч сложился для нас хорошо, раз этот результат в нашу пользу. Вот, да, немножко во втором тайме расслабились при счете 0-3. Вот, в итоге два пропустили. Вот, конечно, второй гол, я считаю, да, он был таким решающим. Вот, потому что команда соперников ошиблась в защите. Вот, и Пагба этим воспользовался. Ну, уже потом поспокойнее стало. Но так спокойно стало, что в итоге еще два пропустили свои. Немножко такая нервная концовка получилась. Ну, Пагба, в принципе, доволен. Ну, как это вообще? Вы готовитесь как-то к сопернику, смотрите видео, разбираете или от себя играете? Мы от себя играем всегда. Вы не просматриваете? Не, мы не просматриваем, мы просто смотрим по таблице, с кем нам приходится играть. Соответственно, стараемся на каждую игру настраиваться. Вот, ну, в последнее время хорошо получается. До этого и Жору обыграли. Ну, довольно-то приятный фон в команде после этого был. И сегодня выиграли 4-2, в принципе, все довольны. Ну, Пагба у вас, да, забивает в каждом матче, довольны этим приобретением? Да, вполне. Хорошее очень такое подписание в первое заявочное окно в начале сентября. Потому что, если вспомнить, как мы там еле-еле собирали по 8 человек, там второй тур с ополчением вообще 7. Вот, заявили те, кто ездит. И, слава богу, приезжают 12 человек, есть замены. Вот, есть основа, в принципе, все хорошо. Ну, довольны, да, все как складывается пока? Ну, да, пока складывается сейчас еще. Главное, чтобы сейчас, ну, нормально так, в таком же ритме закончить, чтобы у нас все ездили до конца первого круга. А там уже после первого круга, во втором будем смотреть после первого. Надеюсь, тоже никто не отвалится. Руслан, по персоналиям кого-то выделишь сегодня? Вот мне как-то Ваня Ефимов, он опорно выиграл, очень низко все время опускался. Вы как вообще играли в защитной линии? Я второе сочетание выходил в три защитника, а первое? Ну, Ваня всегда у нас в опорно играл и в первом сочетании, и в первой шестерке, и во второй. Ну, в принципе, всегда чуть ниже играет центрального, помогает в защите, подчищает. Но сегодня не буду никого выделять. Хочу сказать, что нам, наверное, надо перестать смотреть в таблицу, считать очки. А просто вот не проигрывать такие матчи надо научиться. Вот, наверное, это самый большой опыт, потому что, в принципе, говорю, сегодня очень обидно. Вот когда начнем, научимся такие матчи не проигрывать, тогда будем смотреть таблицу. Ну, ты говорил в прошлом интервью, что мы понимали, как будет играть ОПГ-ветеранов. Понимали, как сегодня будет Нитро играть? Ну, я могу сказать, что лукавить не буду. Я посмотрел все матчи, все матчи соперника. Они чем-то похожи на ОПГ-ветеранов игрой. Понятно, что вот у них Михайлов очень прилично нападающий. Сегодня, конечно, пару раз разведнул ребят, на нем сосредоточились. Знали, что седьмой номер бьет очень много по воротам. Вот, ну, готовились, каждому сопернику готовимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.